Мы двигаемся дальше. В Главном управлении разведки рассказали о результатах работы секретного проекта Black Box «Черный ящик». Называется он так неспроста. Когда-то Кирилл Буданов уже опубликовал фотографию, где он держит в руках в своем кабинете большой черный куб. Что именно за разработка, пока не объясняют. Однако по новым данным Главного управления разведки, вот этот самый Black Box, что бы это ни было, уже нанес российским захватчикам ущерба на сумму более 700 миллионов долларов. По словам Буданова, проект работает над снижением наступательного потенциала, деморализацией боевого духа оккупантов и принятием оккупантами своего же поражения в войне. Работу проекта уже заметили в логистических центрах, транспортных узлах и местах массового скопления военной техники. Я не прошу вас, Николай Григорьевич, конечно, открывать все секреты или делиться какими-то супер-инсайдами, но что это может быть за такой проект, который уже мы видим его в разных местах, он снижает наступательный потенциал врага и при этом может помещаться в черный куб? Ну проект ловушка, который именно влияет на врага, используя электронные модели коммуникации и, конечно, определенные предложения, и не только в отношении сотрудничества, в отношении, так сказать, перспектив и не быть убитыми. Перспектива получить какие-то преференции различных форматов, и материальные, и гражданство, и защиты. То есть это тот вариант, который сейчас понуждает врага реагировать на такие выходы. Вот, ты не хочешь быть убитым, есть перспектива. Различные модели разработали для того, чтобы стимулировать такой процесс. Понятно, у них раскрываются и источники, и каналы, потому что это фактически Россия сейчас быстро будет перекрывать. А вот эта модель уже начинает работать. Я думаю, что она будет получать более активное распространение, особенно среди продвинутых военнослужащих Российской Федерации, которые могут именно освоить такие коммуникации и пойти на эти программы. Я так кратко скажу. Это есть формат лишения врага как раз интеллектуальной части и части тех, которые не поддерживают войну и вынуждены пошли на фронт. Друзья, свои мысли, свои ответы на вопрос, что в черном ящике, как в что, где, когда, можете оставить под этим видео. Почитаем самые интересные последующих интервью. Давайте теперь перенесемся в Белгородскую область, Николай Григорьевич. Там продолжаются боестолкновения. Легион Свобода России заявляет, что под их контролем все еще находится населенный пункт Новая Товолжанка. Там живет около 5000 людей, то есть достаточно, ну не совсем какое-то маленькое село. Также мы наблюдали последние дни, что и в плен они брали военнослужащих и продвигаются, отступают там российские силы, продвигаются русские добровольцы. То есть вот динамика вот эта вся, она не утихает, как бы не пытались преуменьшить, знать значение всего происходящего федеральные российские власти. Но пока федеральные российские власти пытаются отмалчиваться или реагируют вяло, открыто в публичном пространстве, конечно же, заявляют о своих планах решить этот вопрос. И тот же глава Чечни, и пособник оккупантов Кадыров, и военный преступник Пригожин. Ну вот Пригожин, если уже давно говорил о том, мол, давайте моих наемников туда заведем, и все тогда подумали, наверное, просто хочет уйти из Бахмута для того, чтобы спасти свою жизнь, остаток своих сил. А вот если говорить о Кадырове, он предложил свои 70 тысяч человек, так оценивает Кадыров свою военную группировку, завести в Белгородскую, Брянскую и Курскую области, для того, чтобы обеспечить там безопасность. Какие его мотивы, как считаете, тоже хочет вывести свои силы из Украины как раз в преддверии контрнаступления? Может быть такой вариант, а может быть и другие, верно? Ну, первое, конечно, эта акция Добровольческого корпуса и Патриоты России показала неспособность режима защищаться. Это самое главное и на своей территории. Это провал по ограничению ФСБ, потому что это структура ФСБ, Росбарди, правоохранительных органов и, конечно, военных. Я почему военные говорю? Потому что военные были подключены, 2300 человек, для проведения специальной операции. И ничего не сделали. Вот поэтому тут удар не только военного характера, а удар по системе, удар по Путину, вот как раз по тем ключевым точкам, на которых держится режим. Это ФСБ, это Росбарди, это военные служащие, с ее специальной операцией, которые берут и там. Если они не могут на территории Белорусской, при фронтовой области защитить, на территории России, как они говорят, то что же они могут тогда? Ну это знаете, Николай Григорьевич, мне понравилось, как сказал Пригожин, комментируя как раз заход российских добровольцев, он обратился к Шойгу и говорит, ну то, что вы не министерство наступления, мы уже все поняли, наступать вы не умеете. Но вы же министерство обороны, может хотя бы попробуете обороняться? Ну вот как раз раскрывается сущность военных, которые действительно на фронте бросают в атаку масса людей, вот и сдерживают наши наступления, Египет, а на своей территории они это не умеют делать, потому что тут нужно маневрировать, корпусы, если две патриоты очень эффективно подготовились, знают местность, поэтому не удается это делать военным таким традиционным способом. Они пытаются наносить удары как раз артиллерии, ракетными средствами, но не получается, бьют по посадкам и по другим пустым местам. Вот поэтому провал операции, тем более даже ФСБ, которые бросили каскад, это супер структура, такая антирористическая, она как бы была легендарна, весь мир лучше, чем МАСА, чем ЦРУ, там Рейнджеры и тому подобное. Оказалось, что ничего сделать не могут. Поэтому на этой базе просчета и провала режима военных и ФСБ пиарится несколько структур, это, конечно, Пригожин, которому выгодно, он думает, да, тут каких-то 70 человек, я легко с ними справлюсь, но покажу, что я выполнил главную задачу, в которой не выполнил ни одна структура центрального уровня. Поэтому он претендует на очередные лавры. Решил, якобы, по Бахмуту захватил, хотя там полный провал сейчас начинается, вот решает сейчас по Белгороду, а без пеки будут решать по всей России. Претендент чуть ли не на корону. Поэтому в данной ситуации эта раскрутка идет. А Кадыров, он потерял многие баллы на протяжении уже многих месяцев. Ему нужно чем-то отыграться. Вот, он нигде не проявил себя на фронте. Да, его войска, так сказать, были, работали по Авдеевке, поддурил на время по Волгогридару, частично подтягивались под окружением Бахмута и кругом, кругом провал, так прямо скажу. Поэтому есть такая тема, а он любит ее, это репрессии внутри Российской Федерации или издевательства на территории России. То есть выполнение репрессивных функций или функций КАТа. Вот он сейчас думает, да, ну так легко, я соберу там несколько тысяч, брошу с фронта или прямо в Чечне, Белгород, справлюсь с этими группкой каких-то добровольцев и покажу, что я нужен России, что я решаю эти задачи. 70 тысяч он бросать точно не будет, потому что ему сейчас нужно сохранять себя и если будет полный провал, он будет уже пытаться оставить независимость Чечни, использовать его вооруженное формирование, условно. Хотя ему перспектив также нет. Если провал будет России и Путина, будут провал полный и для самого Кадырова. Но сегодня в Дабеле в рангах у Путина он опустился, он пытается подняться. Поэтому предлагает свои услуги там, где не могут решать задачи центральной власти. И Путин очень гневный, он собирает и среди безопасности по этому поводу, закрытое совещание силовиков, постоянно их накачивает, угрожает, ничего не решается. Кадыров и Пригожин в этом знают, поэтому альтернативу предлагает свою. Думает, клюнет Путин, мы это выполним и, соответственно, уже будем доминировать в политическом и военном формате Российской Федерации. Возможно ли для того, чтобы набрать, компенсировать вот эти утраченные баллы, как раз из-за этого и развязался медийный конфликт между Пригожиным и Кадыровым? Вот помним, как все... Конкуренция идет. Большая конкуренция между двумя. Каждый претендует на геройство. Пригожин, как бы, тут уже самый главный герой. Он выполняет такие задачи по Бахмуту и сейчас выполняет по Белгороду. А Кадырову нужно подняться с колен и, опять же, подняться и, как бы, показать, что он выше. Он уже и Кадырову, он уже угрожал Пригожину, если они будут выходить, что он будет их контролировать и допускать выход, что он их заменит и эффективно будет воевать. Но это все слова. Это все тиктоки, которые он постоянно демонстрирует. А как вы считаете, почему конфликт с Кадыровым Пригожин постарался замять? Он дал последнее интервью, сказал, что все, проехали. Мол, если бы война между Ахматом и Вагнером была, то мы все-то понимаем, чем бы она закончилась, сказал Пригожин. Мол, кто бы победил, но пролилось бы много крови, поэтому я считаю этот конфликт как бы исчерпанным. То есть сам на мировую первый пошел Пригожину. Им команду дали с позиции Путина замолчать на эти точки соприкосновения раз. И в тройный момент он четко, прекрасно понимает, их борьба выгодна Шельгу и Герасимову, которая подливает масло в огонь. Поэтому они с двух позиций жестких указаний, и с другой стороны без перспективности борьбы в интересах третьей стороны, это все будет однозначно интерпретировано, а они будут гибнуть один с другим или потеряют баллы. Поэтому они нашли какой-то консенсус. Не постоянный, но временное перемирие нашли. Кстати, по поводу событий в Белгородской области, Пригожин дал новое интервью, достаточно большое. Он там всегда говорит, к нам обратились за комментарием всякие мировые СМИ. Не уверен, что мировые СМИ прям каждый день к нему обращаются десятками, но он всегда на них старательно отвечает. Вернее, как он говорит, я вообще с вражескими СМИ не общаюсь, но тебе конкретно там Ханна из «Нью-Йорк Таймс», я так уж и быть отвечу. Так вот, Пригожин, комментируя то, что отступают российские силы в Белгородской области, дают пройти глубже русским добровольцам, он сказал, что это, мол, такой план у российской армии. И какая цель, правда, он на сто процентов не уверен, но переживает, что как бы не было, цитирую, паскудной мысли у них, ядерную бомбочку на свою территорию кинуть. И не потому ли мы отступаем из Белгородской области, давая им продвигаться, что по чужой стране кидать страшно, то бишь ядерную бомбу, а вот по своей кинем, покажем, какие мы красавчики психически больные. Это цитата, конец цитаты. Как вы считаете, действительно нагнетание вот этой вот идеи о том, что Россия может самостоятельно ударить по своей же территории, где находятся русские добровольцы, ядерным оружием, например, или как раньше уже протекало в сеть, хотя бы массировано так обстрелять артиллерии эту территорию, чтобы просто сравнять ее с землей. Насколько это вероятно и зачем Пригожин эти тезисы продвигает? Ну, во-первых, это невероятно, потому что именно Путин подорвет именно свой же режим, потому что удар по условным Украине или по странам НАТО, это как бы обоснованно. Считают, что это враги, которые хотят расчленить Россию, уничтожить Россия. И россияне это воспринимают в большинстве своем, хотя боятся. А вот удар по территории России, ядерным боеприпасам, даже тактического уровня, это показывает неспособность армии, Росгвардии, миллионы и миллионы силовиков решить задачу на территории самой же России. С кучкой, как они говорят, диверсантов. То есть это полный провал режима, полная неспособность. Поэтому реальность таких ударов, это вообще нулевая, прямо скажу. А Пригожин, конечно, он играет, он различные такие нереальные сценарии озвучивает, для того, чтобы поднять еще больше градусов, что силовики, особенно Шойгу Герасимов, способны на все, на любую провокацию, вот, подставить и россиян, и подставить Путина. Он в некоторой степени еще пытается, конечно, подыгрывать Путину, для того, чтобы еще получать определенную поддержку. Он сейчас не вхоживает, что он сам лично, но только через средства массовой информации, как правило, с ним общается. Поэтому сейчас нужно так поднимать градус, чтобы на него обращал Путин, если непосредственно с ним общаясь, так и посредственно, видя, какую он позицию занимает, и как его, в кавычках, подставляет Шойгу Герасимов, самого Путина, саму России. Поэтому вот эти сценарии он рисует, чтобы они были самые чудовищные. И я думаю, что такой формат уже сейчас Пригожину присущ. Это он уже играет не только в формате войны, войнушки, а и политический формат. И да, такой чрезвычайно актуальный, радикальный формат, который напрягает россиян. Пугает ядерным оружием россиян не только Пригожин, но и министр иностранных дел России Лавров, как сказал пособник оккупанта, мол, если Украина получит самолеты F-16, то ядерная угроза для России возрастет, так как эти истребители могут нести на себе ядерный заряд. Но ему в Белом доме уже ответили, что Запад и Украина никогда не пугала Россию ядерным оружием, в отличие от того, как намагается брестчатой, ядерную сброю Российской Федерации, как она постоянно угрожает такими атаками тому же НАТО. Однако, должен у вас поинтересоваться, как вы считаете, во-первых, действительно ли могут ядерные заряды нести истребители F-16? Это раз. И во-вторых, какова вероятность того, что Россия может устроить какую-то провокацию с применением ядерного оружия, и потом сказать, что это было выпущено с истребителя F-16 американского производства, который попал в Украину? По всем стратегическим характеристикам F-16 не несет ядерные заряды. Есть определенные продвинутые модификации, которые могли бы оснащены быть, но, как правило, американцы это сами не используют, а тем более никогда не будут передавать Украине. Очень четкое табу, не передавать средства, которые могут наносить удары по Москве, а тем более в ядерном исполнении. Поэтому это полностью исключается и технологически сегодня, и политически. И мы взяли на это обязательства. А вот Российская Федерация, имея уже сейчас, кроме баллистических ракет, именно носители тактических ядерных зарядов, это эскандеры, это калибри, это кинжалы, это старые даже модификации, которые могут оснащаться ядерными головками Х-55. Это то, что сейчас именно стоит на вооружении России и запускается по нашей территории практически ежедневно, меняя только боеголовку на ядерную, это уже полное исполнение ядерного заряда и направления на территорию Украины. Вот это реальная угроза. Поэтому Лавров в этом все лукавит, сами они используют эти заряды и уже пристреливаются, и легко отменяют на ядерный формат. Вот поэтому угроза реальная. А то, что США, это такая, знаете, обвинять кого-то, как обычно, преступника обвиняют в жертву. Вот это ситуация, да. Или жертва мало чем-то еще защитится, законом, например, или какими-то средствами защиты. Вот недопустимо, потому что бандит же должен быть полностью вооружен, а жертва безоружна. Поэтому логика чисто такая. А если мы говорим о военной составляющей, Россия имеет все средства поражения, и европейское оружие по Украине и по странам Европы, а США, F-16, не имеет этих возможностей. Вот, кстати, комментируя ситуацию с передачей Украине истребителей F-16, издание Washington Post, ее аналитики заявили о том, что по их информации после передачи F-16 все-таки будет решенный вопрос с дальнобойными ракетами Атакамс. И все это из-за того, что президент Байден, цитирую, ему понравилось, у него проснулся аппетит пересекать красные линии Путина. Как считаете, действительно ли вот эти красные линии, которыми раньше пугал Путин, они уже не работают? И остались ли еще какие-то, ну, как бы, которые Запад переходить не готов? Ну, в первую очередь, это не проснулся аппетит. Это оценка реальной ситуации и угроз со стороны России и необходимость решить задачу поддержки Украины по освобождению нашей территории эффективными средствами. Поэтому Британия уже дала аналоги Атакамса от Штолдшедл. Франция также рассматривает такие же варианты, и там 300, и даже 500 километров, и, соответственно, уже США не могут быть почти задних, когда союзники пошли вперед. Поэтому в данный момент они оценят именно угрозы со стороны Российской Федерации, эффективность и возможность более активных нанесения ударов по стратегическим целям на территории Украины, по резервам особенно, по огневым средствам, которые наносятся по нашему государству, по нейтрализации пусковых установок, где самые эффективные их уничтожить, ракет, которые летят по нашим городам и селам ежедневно, самолетов, базы хранения от складов, логистики, железных дорог, которые перемещаются, ракеты, например, или «Калибри» Крым на территории Красного Севастополя и далее. Поэтому в данной ситуации это объективная реальность. И уже формируя позицию поддержки, Байден понимает, что без этой, без такой мощной поддержки и F-16, и Атакамс, соответственно, не будет эффективной победы Украины, а тем более уже на беспективу создания гарантии безопасности. То, что Россия будет понимать, когда есть Атакамс и аналоги, это, конечно, уже конкретная угроза, которая не будет действовать без кармы. То есть мы можем в любой момент нанести мощнейшие удары и уничтожить любые средства противника. Как мы не получали Патриота, сейчас получаем и сбиваем даже те «славные» кинжалы, которые якобы не сбиваемые, которые гиперядерные, мы отнести боеголовки тактического уровня, но сбиваются. Поэтому я думаю, что этот куст появился в процессе реальной оценки ситуации, практики и, конечно, консервного решения с союзниками. И успехов вооружённых сил Украины. Конечно, это вершающество и перспектив этих больших успехов и освобождения нашей территории. Угу.